как я испугалась взрыв шо ну походу до моно прости тебя напугала да я не хотела тебя пугать извини привет всем это я ковыляю тридцатого числа на маршрутку хочу поехать в центр города нужно мне зайти в мармеладный джек для лёши куплю наверное что-то там сладкое потому что я так и не купила ничего и не решила что и там думаю блин он очень любит этот мармелад все эти штуки можно там что-то собрать тоже он практически это даже даже за раз съедать представить насколько ему это нравится всем купила сертификат на полторы тысячи в тату салон теперь думаю может увеличить его добавить 500 гривен что мне на 2000 сделали если вообще это возможно плюс хотела зайти там в украину в торговый центр глянуть бальзам для волос а сегодня вот это утром был взрыв сильно вроде написали что дураки то избили просто упали осколки где-то возле города ну очень так шахнуло мы прям с моной перепугались вместе вот это сделаю дела и думаю что надо покупать какие-то продукты на новый год на я честно говоря даже до конца не решила что я буду готовить что-то вообще на стол подавать реально никаких мыслей никакой сейчас фантазии никакого вдохновения поэтому буду импровизировать так скажем плюс я пообещала маме что 1 числа принесу к столу тирамису на него тоже нужно все купить так это есть переделал почему решила переделать утром лёша там что-то несколько подарков по нас оказывает а там изначально договаривались что там в районе тысяч что-то там не сильно дорого символический короче короче мне переделали просто два номера написали серийных и все подарю такой сертификат и хочу его до вложить в коробочку со сладостями или как-то прикрепить к ней или в конверт отдельно ну в общем что-то придумаю меню это же только что в маршрутке придумал на него надо что-то кучу всего купить я взяла шопер кстати взяла шопер лёши который мы подарили на работе он такой красивый новый еще совсем не затасканный половину магазинов не попадешь поэтому зашла в центральный сельфо тут бурося горы это жесть я не знаю это может быть и вкусно смотреть страшно смотрите оливье в банке и крововый салат в банке как прикольно а это наверно мимоза в банке стами снимутся я возьму прям мимоза синий хочу это очень прелесть там сожалению не крабовый салат он нижний называются моменты типа пробовый салат это прямо в этой банке только ингредиенты здесь нет майонеза заправки нет так я дома тур дом конечно улице мечта вообще это все не заряжает как раньше это было сейчас мне это все раздражается суета вот лёшин подарок тут сертификат на 2000 и сладости из мармеладного джека все запаковали в коробку завязали лентой в общем думаю лёшит мне нравится по крайней мере то что он хотел в центральном селе покупила вот этот салат но только надо только какую-то заправку для него придумать ну наверное сметану или йогурт не хочу майонез это я купила для вики ну моей коллеги так скажем девочки с которой работаю мы с ней ходили в дульчевиту недавно мы с ней завтра утром договорились встретиться на кофе чисто пройтись я вообще хотела свечу в юзке купить но не попала еще в юзке потому что тревога базилик купила там хотя можно было и в нашем сельпо купить в зеве взяла кондиционер для волос только что как раз лёша звонил говорил что купил последние шпажки во в роли нигде нет шпажек ему там повезло какую-то последнюю упаковку забрать еще и открытую ладно в центральном селе по еще купила вот такой форшмак на вид он не очень симпатичный на думаю очень вкусно здесь яблоко и селедка моцарелла которая протекла в новый шоппер вот она но она как бы до первого аж числа вот я какую-то огромную купил ну вот блин ну куда я смотрела когда брала вот же мелкая вот крупная ладно вам сделал с крупная на праздник первого числа понесу с мелкой дальше в нашем сельпо уже купили креветок это нам и на салат и на тарталетки потом рыба для блинов финики крупные взяли хочу финики сделать в беконе или в хамоне зелень так и сад нужна багет вот я взяла гречаный багет для того чтобы его с этим форшмаком поесть еще зелень зелень реально удобно брать сельфо потому что она там мытая гранола у нас взяла независимо от праздника покупка и еще гранола господи зачем столько гранола форма ну в общем я родителям на стол будем собираться принесу салат с хрумой который готовил не так давно показывал вам этот рецепт своих видео лучше купил манга еще моцарелла на этот салат с хрумой тарталетки для тарталеток с креветкой мои любимые сюда естественно нужен авокадо лёша еще пошел докупать другие продукты в атп которые там дешевле и там тоже можно взять и чуть-чуть хотя бы сэкономить ну почему бы нет более того даже ближе чем серебро и в такой гель для душа взяла вообще хотела виктория секрет взять гель себе сегодня но зажабилась ребят зажабилась вот честно он был либо за 900 гривен либо за 600 но мне за 60 запах не особо нравился на 900 я решила что пока что не очень уместная трата так посрать мужчину за покупками а он такой счастливый звонит шпажки шпажки а нам шпажки нужно чтобы вы понимали в 10 раз меньше кто на зубочистки нанизывает когда есть шпажки купил друзья вот он на 31 число новогоднего настроения ноль просто а какое может быть новогоднее настроение когда такие ужасные события в стране арьков сильно вчера обстреливали ночью обстреливали харьков у нас дроны везде летали у нас даже запорожье были нас как бы не часто это такое происходит равно не сильно часто вот но я их не слышала там вроде бы как по сбивали эти дроны ну короче тут на улице вообще весна какая то есть все вот это вместе очень сильно на тебя давит учитывая что новый год это всегда был моим любимым праздником сейчас с каждым годом все хуже и хуже просто вот все тяжелее тяжелее найти в себе силы как-то относиться к этому легко радостно вы потому что мы живем в очень страшное время реально и боишься иногда у тебя это накрывает что боже я вот тут стою у него лицо вдруг сейчас как херяк это зеркало мне в лицо полетит а то есть такое такие моменты сегодня встала пораньше чтобы встретиться с вика с девочкой с работы мы с ней договорились несколько дней назад что 31 утром выпьем кофе виз у меня уборка дома потом но почему бы не встретиться да а встретимся мы кстати вот здесь точнее вика меня там уже по идее ждет в на из кофе у нас на песках тоже так красивенько украсили все прикольно смотрите какое здесь новогоднее настроение учитывая что за окном весна да это просто ужас вообще никак не вяжется не симпатично действительно гирляндочка висит вот тут на кошке что-то у нас висит симпатичненько как интересно наблюдать за предновогодним рынком тут он продает смотрите белковые корзиночки трубочки ну я вообще не помню что такое продавали но он с викой зашли в ацак я купила все шоколадную колбасу я люблю а тут прям целая такая на 274 гривны стоит не знаю 400 грамм какая она будет на там фисташки в ней ну в общем должна быть вкусными контор купила короче вот тут немножечко чувствуется новогоднее настроение в итоге после нашей встречи с викой я осталась очень довольная радостная пришла домой тут лёша уже много чего убрал помогал очень сильно по уборке вот мы только доубирали полы два часа дня в общем квартире чисто я купила савоярди на развес в ватсаке посмотрите сколько его мама говорит надо купить грамм 400 здесь 370 я понимаю что этого очень много мне столько не понадобится но сам факт именно там есть савоярди по магазинам нужно найти и мы не одни кстати искали савоярди это оттуда же шоколадная колбаска вам показывала ну прям натуральная колбаса в коробке еще я купила вообще из этого очень смеялась вот такой маскарпоне какой-то нашли магазин в котором маскарпоне на вес продается я как увидела что мне его в стаканчик набирают на что-то так смешно было я честно говоря не знаю какого он качества надеюсь что нормальный но просто и маскарпоне у нас здесь уже не найти вот как-то я все в последний момент начала делать что неправильно конечно но я говорю в этом году такая растерянность такая рассеянность и как-то все делается так вот у на автомате ну поэтому хорошо что нашла вообще а еще мне вика сделала подарочек я была настолько шокирована я не ожидала что он такой подарок сделать не было так неловко потому что я не купила то что и хотела из-за тревог из-за того что это уже в последний момент все делала я сделал этот подарок обязательно после уже первого числа я все равно принесла там сладости но это блин так приятно что она подарила мне пижамку посмотрите на горнишь думай ничего дарить в ответ такое это было чистого сердца типа люблю дарить подарки но все равно ребята это так неуловка я даже предать не могу насколько мне было неуловка вот такая очень хорошая пижамка просто у вики есть свой магазин она ведет в инстаграм магазин фидоренко шоп по-моему и турецкими там неплохого вроде как качество не знаю там ничего не покупала но это конечно пижамка оттуда вот я очень была благодарна что это будет в мою коллекцию пижам или домашних костюмов может даже сегодня надену там потом вечером в общем я была просто шокирован мы очень хорошо время провели вместе вот я не знаю может благодарность оставлю ссылочку на магазине в описании ребят кто хочет заказывайте века будет удивлена приятно ну то есть это ни в коем случае не реклама это просто я не знаю как человека отблагодарить ну как то так может может получиться в любом случае я куплю потом что-то еще пришли мы с лёшей выпить джейс кофе за 40 минут закрыть хотели на самом деле на мультик не успели хотели зайти в твинс другую кофейню не успели они опять закрываются хотели пойти вообще в львивский плядской мы там тысячу лет не были закрываются в 5 у нас город просто вымер людей вообще нету некуда сходить у нас рекомендантский час и все естественно сегодня работают недолго накрываются раньше поэтому пришли сюда вот у меня здесь капучино маленький банки взяла он тут с собой чтобы если что забрать потому что может быть много столько не съем а у лёшки пунш тоже что-то из их сезонного меню здесь мы и всего лишь двое девочек больше никого нет ребята моночка слезать короче да мысли что это все убрали решили прогуляться в городе немножечко прошлись поболтали выпили кофе десерт я большую часть оставила забрали домой очень кстати вкусный банофи попробуйте вроде правильно говорю потому что мне говорили банофи 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 по моему не очень вкусно там крошка какой-то крем такой как типа крем-чиз карамель банан я давно хотела его приготовить все никак не приготовлю вот там он вкусный можно попробовать и вообще так посмотрела там десерты to go продаются можно было спокойно купить там тирамису или еще что-нибудь в стакане не париться тем более что там реально очень вкусные десерты ну сейчас доделаю влог хотелось вас поздравить может быть что-то в инстаграм выложу приведу себя в порядок и будем готовить на самом деле у нас на наш слежу новогодний стол мы будем вдвоем отмечать буквально там несколько закусок фрукты и сладкое колбаса колбаса вот и шампанское настоящие вот наш новогодний фуршет будет поэтому я там если что-то и буду показывать из рецептов хотя показывать там ничего особо я покажу уже завтра вот надо сделать заготовку на тирамису мне нужно сварить много кофе чтобы он остыл вот такой еще момент есть все можно будет отдыхать и ждать уже встреч нового года по работе тоже сегодня выложила праздничные рилсы ну в общем как это вроде бы все сделала кроме того что не разобрала директ а еще даже вот встретилась со зрительницей в магазине мы сейчас были с лёшей привет вам большой очень было приятно познакомиться прям в канун нового года встретиться здорово друзья распоздравляю с наступающим новым годом я надеюсь что он будет лучше предыдущего я надеюсь что мы будем жить что мы будем мечтать мы будем воплощать свои планы в жизнь мы начнем что-то планировать потому что будет такая возможность и просто главное чтобы вы были живы и здоровы все и наши близкие это самое главное многого не хочется вас сейчас то самое время когда искренне этого желаешь что все это самое ценное самое важное берегите надежду внутри себя берегите себя берегите эту гармонию внутри собой или находите ее если вы еще не нашли потому что в это время, только это помогает справиться с ситуацией вокруг. Только гармония с собой, со своими мыслями. Потому что иногда мы теряемся. Иногда из-за страшных событий мы просто рассыпаемся, будто бы не собрать. Но на самом деле мы можем вот здесь, мы можем всё исправить. Это всё зависит только от нашего мышления, мировоззрения. Нужно быть людьми, нужно быть добрее, нужно, как я считаю, это чисто для себя, уметь себя успокаивать, приводить как-то в порядок своей мысли, собираться и жить дальше. Потому что жизнь у нас одна, и мы не должны проживать хорошо, качественно, несмотря ни на что. Это только от нас зависит. От нашего мышления дальше всё будет идти. Успехи в работе, в личной жизни, какие-то перемены во внешности и прочее, это всё зависит только от нашей головы. Поэтому желаю именно вот этого. Найти гармонию с собой и дальше гармонировать. Наговорила, короче, думаю, вы поняли основную мою мысль. Главное, берегите себя по возможности, потому что фраза такая, знаете, можно расценивать по-разному. Берегите себя хотя бы здесь, берегите свою человечность, оставайтесь людьми. Это сейчас самое главное. Сейчас очень сложно оставаться людьми просто. Вот. А это важно. Это очень важно. Всё, друзья, с наступающим вас. Надеюсь, вы прекрасно встретите Новый год. Надеюсь, что мы тихо и мирно его встретим. Напишите в комментариях, как вы там встречаетесь в Новый год, что вы там готовите. Мне всегда интересно читать такие комментарии. Я читаю, когда успеваю, поэтому не думайте, что у меня там нет в комментариях. Всё, увидимся уже 1 числа, надеюсь. Всех с Новым годом. До встречи. Редактор с Новым годом.